Сегодня ровно 5 лет, как существует Кэмбэзмэн. Пацан, ты вообще нормально, адекватный? Ватапак, шестой год! Всем привет, меня зовут Майк, и вы смотрите мой ежедневный видеоблог. Да, я думаю, что да. Ёб твою мать, мизик. У дома, всё, подъехал, брат. Идём встречать. Поздравляем! Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэмбэзмэн. Сегодня 14 декабря, и сегодня ровно 5 лет, как существует Кэмбэзмэн. 5 лет мы снимаем ежедневные влоги. И вспомните тот самый первый день. Было минус 37 градусов. Всем привет, меня зовут Майк, и вы смотрите мой ежедневный видеоблог. Я только встал, 14 декабря, первый день, и жду газовщиков. Жду газовщиков, которые должны поменять счётчик газа. Ну что ж, ожидаем. Хотите посмотреть, как выглядит минус 36 градусов? Да, чуваки, вот так вот выглядит минус 36 градусов. Вот такие вот деревья. Вот, да, друзья, вот ничего вообще практически не видно. Там вот левый берег, его не видно. Вот, идём, я думаю, сделаю включение прямо из самой академии. Всё, давайте. Ну а теперь, вот оно. Сегодня плюс 12, сейчас плюс 12 горошек у нас появилось. Например, бегает здесь, кусается. Вот, отлично, в общем, день начался. Ладно, встаю, не буду топтать газон. Я оставил свой след, надо замести следы. Оп, 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 горошек, отвали. Это что бесишься-то, а? Здесь нельзя сикать, пойдём. Ну не будем долгих отступлений лирических делать, типа, вот. Я отвлёкся всё-таки, и пипец. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Но такого ещё не было. Я хотел сказать, что не буду делать лирических отступлений по поводу пятилетия. Пять лет так пять лет, ну классно, здорово. Всем спасибо, кто с нами всё это время. Кто-то смотрит с первого влога, как, наверное, Серёга Злобин. Серёга, тебе привет большой. Вот, у нас сегодня так же дела, но нужно немножечко ещё сделать последний рывок. Сейчас буду резать плитку. Нам нужно кусочек плитки отрезать, дёргать на квартиру. Но ещё нужно в магазин купить те самые удлинители для шланга. Смотрите, ну, ну, блин, плюс 12, ёлки-палки. Минус 24 сейчас в Омске, ребят, а мечи, грейтесь об нашей влоге. Да, вот так вот. Такая вот история. Сейчас буду снимать и ковыряться. С горем пополам порезали плитку. Не с первого дубля, со второго получилось. Ну, ладно, норм. Зато верхушечку сегодня доделаем. Алиса за рулём. Едем на почту, потому что у Алисы бизнес-дела ещё. Бизнес-дела. И посылка пришла. И посылка. Посылка пришла, да. От Маши Литвинцевой. Да? Да. Вот. Гороший привет всем передаёт. Привет! Минусы 21 века. Программа не работает, почта не работает. Всё. Мы теперь программа. Да. Капец. Не отослать, не забрать, ничего нельзя. Ладно, едем в сантехнический магазин. Шланги покупать. А мне в Бау-центр? Ну, можно в Бау-центр, можно тут. Ну, наверное, в Бау-центр лучше. Там будет больше выбор. А то сейчас здесь будки длинные, ещё метровые. Да. Нам всего-то там удлинить надо. Но в любом случае придётся какие-то длинные покупать, как ни крути. Что это было? Зачем она так? Бабуля ездит с открытой дверью. Вообще, на пофиг. Это, по-моему, бабушка Вина Дизеля. Поехали. Мы в Бау-центре, мы купили 30-сантиметровые удлинители. Короче, нет уже. Но нам 30 сантиметров вполне достаточно. А я вот всё сюда заглядываюсь на трубы. Только это трубы ППР. Это не ПВХ. Тоже ППР. Это всё ППР. Это Пионер, лагерь, пыльная радуга. Понимаешь? Это неделя вот этих вот переездов из дома в квартиру, из квартиры в дом. Мы сами уже запарились. И огороши так вообще с ума, наверное, сходят. Она начала лаять, когда мы её в тачке оставляем. То есть мы вот сейчас на почту пошли, её оставили в тачке. Алиса, ну, мы вместе пошли. Она начала лаять, и Алиса пошла на почту, и я ей вернулся в тачку. Потому что всё, она там начала... В Бау-центр пошли, опять оставили. Она опять лаять. Я подошёл. Вмень, чёрт! А потом она опять лаяла? Потом мы второй раз пришли. Да, в машине она вообще всегда спокойная была. Но пришли, она спит уже. Да. Так, ну, опять же, нас не было всего минут 10, и она умудряется уже успокоиться и спать. Ладно, всё, короче. Убираю старый смеситель, ставлю новый смеситель. Здесь всё, слава богу, ништяк, ничего не оторвалось. Тьфу-тьфу. И вот маленькую плитку, которую мы сегодня вырезали. Мы сюда её сейчас... Да. Да, я думаю, что да. Да? Или нет. Или всё-таки сохраним шов, потому что здесь-то всё равно будет ещё как бы замазываться. Давай вот так, ну. Во. Всё, ништяк. Работа, процесс. Раскован. Друзья, я сделал это. Ничего не сделал. Я только нарезал направляющие вот эти на стену, дабы завтра. Сегодня надо там перфорировать, шуметь, а завтра с Ванькой, если он не забыл, мы приедем и всё это сделаем. Мы гипсокартон. Может быть, завтра, если вообще на целый день, завтра 28-й, завтра праздник. Надо как-то подумать, как его провести настройки. Ёб твою мать меня. Так, стоп! Всем привет, чуваки! Вы смотрите нарушительный генд и нарушительный гендарных стен. О, великий, могучий киевский человечек из коленки дующий дым. Короче, ребят, навели мы порядок. Чистоту Лоск. Это было что-то. Тут всё чистое, причистое. Здесь всё причистое. Это всё сейчас будем увозить, уносить. И, ну, везде, естественно, везде, везде просто. Вот аж жалко, на самом деле, сейчас уезжать. Потому что... Вы бы видели, сколько было шерсти в пылесосе. Всем этим мы дышали. Нам стопудов нужен пылесос, конечно. Блин, когда мы доделаем здесь уже стенку... Ладно, это уже... Это совсем другая история. Ванная комната. Ну, во-первых, смеситель. Новый смеситель икеевский. Я думаю, что мыло лучше сюда поставить, потому что горячая вода теперь сюда поворачивается. Вот. Такая у них... Я так подумал, что, знаете, это для экономии горячей воды, возможно, придумано. То есть... Возможно. Ну, как по привычке, ты... Икея, в принципе, все экономит, да, типа. Зеркало чистенькое. Йоу. Стаканчик чистенький. Здесь все просто шито-крыто. Панель закрыта. Да. Эй-е-е. Единственный момент. Вот. Ну, недоделочка. Но она теперь панелью закрывается, и ты, как бы, ее сейчас пока не видишь. Ну, вот. Туда ты воды набрал? Ну, в смысле... Да, да, да. Как я и говорила... Да, вот аж докуда. Закрываешься это дело и спокойно моешься. Ну, вот эту хрень мы тоже будем менять со временем. Мы 100 кудового поменяем. Эту хрень будем менять, да. И мы вот этот короб сломаем и сделаем новый. Да, новый. Ну, мы его сломаем, вот эту часть. Нет, мы все сломаем. Думаешь, все? Конечно, пусть будет одной конструкцией. Ну, тоже не будем. Тогда она будет трещина. Иначе будет такая же фигня, как вот сейчас. Да, возможно. Ладно, короче. Ребята, ждем. Брат по пробкам краснодарским. Приехал такой... 30 километров до города. Все, я в городе. Ну, все, чувак. Через часа три и только ждем тебя. Так оно и есть, в принципе. Напоминаю, что сегодня каналу нашему 5 лет. Кэм из Мэн 5 лет в эфире. 5 лет каждый день. Кого вы еще знаете, кто каждый день пилит влоги 5 лет подряд? Из русскоязычных людей у дома. Все, подъехал брат. Идем встречать. Ну, все, встретили брата с семьей. Встретили, разместили. Все рассказали. Показали. Показали, да. Немножко поболтали. И мы уехали. Ну, что вы такие козлы? Здесь так разворачиваются дуры. Это вообще как раз. Вообще, с какого-то ряда непонятно. Чувак вот взял, пошел поворачивать сюда. Это отсюда, туда. Это еще одна. Ужас, погиб. Они просто из круга приехали. Ужас какой-то. Короче, только что с Ванькой общались. И Ваня такой, я говорю, слушай, на сегодня 5 лет влогом. Он такой, ага. Ну, я говорю, помню, да, как там первый назывался? Как я отворозить яйца? Блин, чувак, в точку, в точку. Было минус 37 градусов в Омске. Сейчас минус 22. Ну, вонгрид 22. Ну, везде по-разному. Плюс-минус. Вот. Тоже потеплее, чем 5 лет назад. Короче, это все, это всемирное потепление. Или как оно? Всемирное? Нет, глобальное, во. Глобал. Да, блин, тогда было очень холодно вообще. Да, но при этом не чувствовал, что прям это пипец какой дубак. У меня был последний звонок в университете. Да, да, да. За которым я еще целый год училась. Да, это очень странная была штука. Вот, и мы тогда все живем. Ну, мы с тобой вдвоем поехали. Да, да. После этого ты поехал домой, по-моему, да? Да, мы поехали с одногруппниками в кафе, да? Что такое? Блин, был дубак, конечно. Я просто помню, как я в этом троллейбусе ехал. 37 францевых вообще же. Ну, можете сейчас посмотреть пару кадров еще. Будем вспоминать сегодня былые времена. А вообще, на самом деле, прикольно. В детстве, в детстве очень часто, я помню, было минус 37, минус 40. Я помню, что минус 45 было. И когда мы не верим, учились в школе. Ну, особенно в школе. И вот эти карантины всякие. В основном карантины в феврале начинались. Потому что как раз брата день рождения всегда на карантине. На крещенские морозы. Да, на карантин попадал. И в его день рождения мы никогда не ходили в школу. Вот. И мы не ходили в школу, но мы всегда играли, блин, на этих горках катались. Да, да, да. Бесились, бегали. И там, не знаю, эти норы рыли в снегу. И как бы в детстве реально ты не ощущаешь эти там 35, 45 градусов. Да, слушай, нас укутывали еще как следует. Мы одевались тепло. Они как... Сейчас вот попробую в минус 45 вот так вот выйти на улицу. Нет, я вообще... Мне кажется, я просто не смогу выйти в минус 45. Просто на минуту. А я вспомнил... Я могу одеть несколько паховиков, и я все равно замерзу. А я вспомнил такую штуку, что... Да, да, да. Что... Вот в этот первый день я поехал с Алисой. Но Алиса-то не снималась. Алиса не снималась до самой нашей свадьбы, которая была в 13-м году, в августе, 13-го августа. Сейчас вам тоже пару кадров влеплю со свадьбы. Всем привет. Меня зовут Майк. Вы смотрите мой ежедневный влог Кэмэзмен. И это утро, 13-е августа. Поздравляем! Поздравляем! Ну, все. Вот это, я помню, было неожиданностью для всех. Все-таки... Ааа, че! Вообще, поздравляем! Там круто! И мы тут же уехали в Грецию. Ох, греческие влоги, да. Ладно, повспоминаем чуть побуже, уже не все же из машины. Только что Ваня сказал, что у нас еще елки не продаются. Оказывается, вон елочный развал. Елочки. Пожалуйста. Видите, как их упаковывают? Нет. Как это, показывают. В Америке? Да, да, да. Через такую трубу закинули, да, и сетка все обмоталась. Приехали в дом. Не убирая пылесос далеко, пропылесосили весь дом. Алиска, второй этаж, я первый этаж. Вот. Сейчас планируем просто отключиться. Отключиться. Мы переносим украшения Нового Года, елку и всякое такое. Все вот эти вот новогодние штучки переносим на завтра, чтобы вот прям завтра вообще планируем, никуда не выезжая, полностью сделать домашний, новогодний, рождественский, уютный влог. А сегодня мы просто отключаемся. Сейчас приготовлю кофе. Приготовлю, а? По черному. Да, это как баня по черному, это кофе по черному. Да, в своей любимой Харио, которую, между прочим, год назад подарили Алисе на родителям, но вместе с Алисой. Вороночку. Типа, вместе вот это все. Да. Красота. Обожаю. Вот не знаю, прям очень люблю капельную. Прям очень люблю. В ней можно сделать очень мягкий. Я понимаю, что можно и в любом другом сделать очень мягкий кофе. Но это прям мое любимое способу приготовления. Пошел процесс. Куча сырников, так скажем. Все. 400 миллилитров как с куста. убираем фильтр вкусняшечка вкусняшечка у нас заканчивается декав блин это это прям очень грустно это наши новогодние стаканчики помните из ленты сейчас там такие же продаются только рисунки другие но они что-то да как-то не очень вот эти вот прям очень удачно нам повезло но будто кока-кола какая-то и наконец-то да в кино в папке кино алиска ищет фильм я как раз хотел сказать что наконец-то мы сегодня будем смотреть 2 эпизод звездные войны и я знаю что сейчас новые вышли но что-то все практически нам кто-то типа любитель этих фильмов написал пишет на все что короче на 6 части все закончилось все остальное это уже все не ну не лукасовская и и история вообще грубо говоря уже такая ну типа выдуманная и так вся история выдумана но в общем как то так поэтому мы посмотрим у нас получается чего всего лишь 2 3 и все а потом уже к современному перейдем и все равно посмотрим все современные части я чуть закружился в ритме танца бритме танц тебе не куда деваться до эпизод псих больной пять лет снимаю влоги псих больной здравствуйте я хороша и правда на русском уже елку бы правда нарядили уже свет вот этот не включали стояла бы вот там поставим наверное ну вот тут в лестницу куда туда нафига далеко ну все приятный аппетит увидимся после просмотра мы все еще смотрим второй эпизод я решил уже сесть монтировать влог и накачал много разных старых влогов которые хочу вам показать ну какие то вы уже видели то есть я уже ставил моменты там со стройки со свадьбы с первого влога хочу вспомнить что вообще такого знаменательного было за эти пять лет ну помимо свадьбы естественно мы переехали переехали в краснодар это было тоже прям ну да подвал был это я уже вставлял эти моменты со стройки как как мы отстраивали подвал для жилого в кого так сказать помещение в кавычках же жилого но так и не стал мои родители до переехали в самару мы переехали в краснодар и зомска с алисой к нам приезжали друзья уже и ваня был и тёма были пасан ты вообще нормально адекватный надо делать типа ай я тебя поднял я тебя уронил дрянь а концерты с омска вы помните как мы репетировали с ребятами check out как выступали это я сейчас немножко в разброс иду уже не в хронологическом порядке а спасибо да горошу после крыма нашли дочь приехали из крыма и горошка встретилась у нас на пути сейчас вы можете посмотреть кадры как это было вот так вот у нас все происходит чисто случайно спонтанность за спонтанностью да но пока предварительно это горох и сразу на жопу а теперь давай посчитаем страны в которых мы побывали за эти пять лет на их немного но за пять лет все равно это турция греция чехия белоруссия тут а турция да чё мы не снимали ну был же раф тв уже и один из боков да есть в принципе вот да вот так вот ну по по россии покатались тоже все равно в новосибирске в екатеринбурге самаре Москва Москва Питер Тверь Краснодар Ростов чё ещё где вы ещё Сочи Еленджи ну да Адлер Сочи Еленджи Анапа вообще много городов так если посчитать круто ну в Крыму Симферополь Ялта Ялта короче блин есть что вспомнить есть что пересмотреть за эти пять лет сегодня день вообще уставший такой мы вы не смотрите что мы такие я поэтому придумал эту штуку со вставками потому что мы устали и такое бывает знаете бывает такое что вот у меня такого не было просто день рождения 2 января это всегда каникулы грубо говоря но у кого например день рождения выпадает простой день и он такой типа уставший с работы пришел и переносит обычно день рождения на выходные например вот у нас такая же история сейчас ну то есть мы особо переносить ничего не будем 5 лет и 5 лет это даже не юбилей в целом-то 10 лет 10 лет отметим вот когда 38 мне будет такой с камерой буду ходить да ты че там уже переборсил 38 это будет 15 лет как будешь снимать ну блин слушайте да ну вот это вот вот тогда да 33 33 то есть 33 коровы 33 коровы да пойдемте фильм смотреть дальше паузу сделали чаек сейчас попьем и будем смотреть сколько не планирую лечь раньше нифига никогда ничего не выйдет мы не досмотрели звездные войны 2 эпизод он еще там минут 40 наверное должен идти 50 минут еще 50 минут еще ватафак мазафака сейчас без 10 час ночи ну ладно что не 3 часа ночи как вчера ну да вчера мы легли в 3 кто на инстаграм на наш подписан кто знает вчера в story очень много ночных stories выложили я уже сел монтировать влог сейчас вот момент подвальный да ребят жмите большие пальцы вверх если вы хотите поддержать нашу деятельность наше творчество вообще вот это вот всю движуху на канале это нам действительно помогает потому что мы во первых видим отклик во вторых это как-то продвигает все равно наше видео в рейтинге там в рекомендуемые всякое такое пишите свои комментарии какие какое возможно у вас реально вот может даже есть такое у вас самый любимый влог наш напишите в комментариях название или о чем он был или что было в этом влоге напишите посчитаем это очень интересно нам узнать вот я даже не знаю какой вот у меня самый любимый влог не ну свадебный понятно он просто самый самый такой это необыкновенный день а мне кажется был прикольный когда я в сочи поехал да у нас был раз зеленый влог да это было прикольно действительно он был тоже необычный сейчас поскучаем друг по другу первый раз за 7,5 лет в разные город дааа вообще капец в разные город удачи на баку!! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!